Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Мы рады, что вы к нам пришли. У вас уникальный такой театр танца, необычный, востребованный, такая визитная карточка. Вот чем сейчас ваш театр живет? Какие такие события предшествуют нашей встрече? Почему мы сегодня решили провести эфир? Вот расскажите, мне просто хочется, чтобы все инфоповоды от вас прозвучали. Конечно, мы сейчас встречаемся. Спасибо огромное каналу за предложение. Мы, конечно, встречаемся сейчас в преддверии нашего юбилейного концерта. И самое, конечно, основное из всего, что занимает сейчас наш шоу, мы, сердца, силы, средства, это подготовка к юбилейному 30-летнему концерту. 30-летнему, да. 30-летнюю театра танца «Кжель», который пройдет 4 декабря этого года в Кремле. Это будет большое шоу, билеты на которые можно еще приобрести. Пока еще можно. Вот, друзья, торопитесь, смотрите, лучшие места занимайте. И сколько программы? Несколько часов, поди, да, там ведь у вас... Ну, вообще, на самом деле, театром за это время наработано столько, что можно было бы, наверное... До утра, в общем. Ну, тогда, до утра, наверное, продержаться на репертуаре. Но программа сформирована будет в виде спектакля. Да, да. И будет длиться он в двух... Спектакль будет в двух отделениях. Где-то приблизительно час, час десять первое отделение, да, и час пятнадцать, наверное, второе. Я специально говорю отделение, поскольку все-таки, хотя, если все, что касается спектакля, надо говорить акты, да. Ну, и все, что касается ансамбля, да, мы говорим всегда отделение. Ну, будем придерживаться... Со скольки лет можно приходить? Да с ноля. С ноля, да, то есть. Если, конечно, высадят. Безусловно, что мы делаем... Я сейчас попозже немножко коснусь и режиссерской группы спектакля, который будет проходить в Кремле. Это, ну, может быть, и сейчас. Это режиссер спектакля, режиссер концерта. Дважды уже лауреат «Золотой маски» Алексей Франдетти. Молодой, перспективный, очень надающий, большие надежды, да, режиссер, да, значит, который, вот, собственно говоря, имеет много премьер сейчас на данный период времени. Он выпускает спектакли в Большом театре, да. Суини тут прекрасный спектакль на Таганке. Я его сама тоже несколько раз посмотрела. В общем, очень хороший спектакль. В общем, сотрудничество удалось, да? Да. Будем надеяться. Ну, как, как. Время покажет. Смотрите, получается, там какие-то диалоги будут или это чисто всё язык танца? Вот расскажите. Нет, спектакль будет сделан с приёмами и аудиовизуальными, и, естественно, основные наши номера. Хореография. Хореография, да. Те номера, которые, собственно, отобрал режиссёр, потому что это сугубо его видение, концепции развития театра будет. Поэтому танцы, музыка, свет, технологии. И всё равно всё это форма спектакля, да? То есть единая история такая. Да, да, да. Мы будем стараться придерживаться структуры спектакля. Наши любимые бело-синие костюмчики будут? Будут. Вот, всё. Всё, идём в кассу, друзья. 4 декабря, Государственный Кремлёвский дворец. И все вместе покупаем билеты. Да. Чем ещё сейчас живёт Гжель? Молодой сейчас коллектив, обновляемый. Набор, может быть, куда-то там у вас какие-то группы. Вы знаете, рассказывая о сегодняшних Гжель, нельзя не коснуться истории. Того, что было в 88-м. Того, что было в 88-м году, 30 лет назад, когда два совершенно потрясающих, наверное, талантливых человека. Один из них очень любил танец, а второй, видимо, очень любил русские народные промыслы. Это Владимир Захаров и Владимир Логинов. Вот два таких замечательных человека решили создать коллектив, причём который средствами танца рассказывал и показывал, наверное, красоту русских народных промыслов. Собственно говоря, это их совместная идея и, так сказать, старт жизни этого коллектива. И приурочен он был, конечно, к 650-летию существования одного из самых известных, узнаваемых наших русских народных промыслов. Это Гжель. Гжелевское производство. То есть один был генеральным директором предприятия Гжель, а второй профессор, народный артист России Владимир Захаров. Такой симбиоз. Да? То есть, смотрите, немножко такой... Удачный творческий симбиоз. Сначала был как рекламный проект он получался, а потом стал уже настоящим народным коллективом. Ну так, по-хорошему, да. Изначально же это всё равно такая была визитная карточка. Нет, не совсем, конечно, визитная карточка. Просто было найдено удачное совмещение вот всего, да, и народных промыслов, и возможность выразить красоту народных промыслов в движении и в танце. Потому что, конечно, коллектив, кроме, естественно, основного танца, с Гжель, может быть, отчасти визитной карточки, так сказать, вас... Да, какие сейчас ещё, вот расскажите. Да, 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 часть других промыслов. Это и Жостова, и Палих, и Павло-Пасадские узоры, то есть и Палихские шкатулки, вот то, что вот на шкатулках все эти рисуночки, которые есть, это тоже было. Ну да, 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 это, конечно, тоже всё, правильно вы говорите, визитная карточка нашей страны. Да, 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 это всё вот языком танца было рассказано со сцены. Здорово. Сложно ли было? Вот 88-й год, перестройка, как это всё, ну, создавалось? Ну, конечно, сложно, не без поддержки Владимира Логинова, да, всё это существовало, потому что только в 1993 году театр получил статус государственного. Вот, до этого были на самообеспечении, получается, да? Ну, получается, да, где-то существовал театр как организация полукоммерческо-получастная. Сразу ли были гастроли, или как это всё тогда начиналось? Выступали в Москве. Театр имел гастроли сразу, но это я могу уже тоже только из истории сказать, поскольку я руководитель новый и руковожу театром шестой год, правда, уже. Вот, получилось так. И театр имел гастроли по всей стране, и как в России, так и за рубежом, ну, что, собственно говоря, сейчас происходит тоже. Смотрите, 30 лет в декабре мы как раз отмечаем юбилей, будет большой концерт в Кремле. Вот сейчас труппа театра — это кто? Сколько сейчас человек, танцоров? Расскажите, просто нам интересно узнать за кулисами, что творится. Ой, за кулисами много что интересного. Но я должна сказать, что с нами вот уже 5 лет, как нет, художественного руководителя, основателя театра Владимира Захарова, о котором я уже начинала рассказывать. И рядом с ним всегда был человек, его помощник, его правая рука — это Валентина Слыханова. Замечательный педагог, потрясающий педагог народного сценического танца. Их осталось буквально, наверное, единицы, кто еще вот может нести... Владеет мастерством. Да, владеет мастерством и таким уровнем профессионализма. Поэтому она, так сказать, поддержала, подхватила. И вот вместе со мной, или я вместе с ней, скорее всего, да, мы повели этот коллектив дальше. Конечно, коллектив поменялся. Сколько человек сейчас в коллективе? Сейчас в труппе практически в два раза больше артистов, чем было. То есть сейчас труппа театра насчитывает 60 человек. Ух ты, здорово. Да, мы стараемся. 60 человек. Мы должны, да, похвастаться, не похвастаться. Ну, рассказать, во всяком случае, о том, что коллектив очень молодой. Сейчас очень омолодился коллектив, и возрастной состав у нас от 18, но самым старшим у нас 35 лет. Это самым старшим. Это ветераны же. И их не так много. Хорошо. Друзья. То есть удел, на самом деле, танец, это удел молодых. Ну, понятно. Вне зависимости от того, сколько вам лет, оставайтесь в компании «Страны ФМ». Мы скоро вернемся. Лучшее в стране. Дамы и господа, Марина Куклина, директор Московского государственного академического театра танца «Гжель» сегодня в гостях у «Страны ФМ». Мы вам рассказываем про чудесный концерт, который случится 4 декабря в Государственном Кремлевском дворце и будет посвящен 30-летию «Гжели». Да. У нас, на самом деле, такая любопытная вообще история есть. Одна из. Я хочу, чтобы вы сейчас тоже рассказали об этом. Вы же сотрудничаете и с одной очень крутой компанией, летной, большой аэрофлотом. Да? Вот расскажите. Вы нам только что поведали историю. Если есть такие чудеса, то и расскажем. В этом году случилась такая счастливая случайность, если можно так сказать. Каждые 5 лет, когда празднуют «Арофлот» свой юбилей, они делают некий новый дизайн своих аппаратов. Да, и воздушных судов. Воздушных судов. И каждый раз объявляют конкурс. И в этом году конкурс выиграла какая-то молодая девочка, которая предложила оформить воздушное судно в виде «Гжели». Она выиграла конкурс совершенно независимо от нас. То есть самолет должны как бы разрисовать. Да, сейчас вот здесь, если можно сказать, хвост самолета раскрашен в ярко-сочные цвета «Гжели». Ну и, соответственно, мы представляли это воздушное судно, имели честь. А, делали презентацию. Делали презентацию для этого воздушного судна. То есть такое представление было, да? Да, да, да. И к вам обратились, поскольку одновременный коллектив у нас есть в стране. Великая случайность. Да, и мы представляли это судно, собственно, получили тоже определенный опыт. Очень интересно было работать. Замечательные режиссеры, замечательные ведущие. Мне кажется, все случилось в один, слилось в один интересный проект. Это вот сейчас эти суда используются, да, на Авиалине? Да, мы знаем, что это судно летает на Ереван. Летает ли оно в какие-то другие страны, я не знаю. Но мы еще ни разу не попали, сколько мы летаем. Будет ли скидка у участников коллектива «Гжель», если вы... Это мы спросим генерального директора «Аэрофлота». Вы уж подумайте, все-таки «Гжель». Да, мы бы с большим удовольствием. Но вот нам пока не удавалось. Мы несколько раз, вылетая в разные страны, театр же много, имеет большую гастрольную афишу. И как мы участвуем, как визитная карточка Москвы, мы участвуем во всех днях Москвы, в России, да, 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 и за рубежом. Как гастрольная практика, так и какие-то специальные мероприятия. Вот. И нам ни разу не удавалось еще попасть на наш самолет. Ну, все впереди. Ну, мы его несколько раз видели. Ребята идут, конечно, видят, вон наш самолет стоит. Ну, мы вам пожелаем, чтобы у вас и с автобусными компаниями, и с автомобилями тоже было такое сотрудничество. Да. Шутка такая бытует. «Гжель купил самолет». Да, очень хорошо. Прекрасно. У нас есть тоже визитная карточка. Те, кто нас смотрят сейчас, посмотрят. Мы будем заодно комментировать для наших радиослушателей. Итак, внимание на экран всем смотрящим. Вот как раз этот ролик был записан ко всем торжественным мероприятиям, к презентации аэрофлота. Красиво. То есть где-то судно там сбоку стоит, да, и пилоты тоже в такт ножкой стучат. Там целая команда была, и стюардесс. Вот бы стюардессы, бортпроводницы вот так ходили, представляете? Ну, может быть. Еще вот такие были, да? Отлично вообще. Красивые, стройные, прекрасные. Мы, друзья, сейчас видим хореографию на экранах, мы просто озвучиваем для слушателей. Это как раз номер называется. Расцветка как раз традиционная. Сказочная «Гжель». Сказочная «Гжель». Кто придумывает костюмы? Что это за талантливые, волшебные люди? Вот этот номер, да, это один из первых номеров Владимира Михайловича. И, соответственно, у нас есть целый ряд художников, которые работают с нами. Вот, например, концерт «30-летие», сольный концерт, нам очень помогает делать Наталья Каковина. Спасибо ей огромное. Хочется сказать как раз в эфире об этом. Вот ряд художников, и отшиваемся мы когда в своих мастерских, когда используем сторонние мастерские. Очень красивые. Костюмы очень красивые. Костюмы яркие, конечно. И сейчас в театре насчитывается больше двух тысяч костюмов. Двух тысяч? Да. Ну да, тут вот ты смотришь, погружаешься в какую-то сказочную атмосферу. Потому что все наши номера, да, масштабные. Передвигается ли на роликовых коньках костюмер? Потому что там, видимо, помещение у вас очень большое. Либо на самокатах. Да, помещение не очень большое, но у костюмера, конечно, очень большая работа. Смотрите, а вот номер, который мы сейчас увидели, как много танцоров задействовано, артистов в постановке? Ну, в основном у нас большие номера, что сказочная кжель, что жестово, что павлопосадские узоры. Владимир Михайлович как раз соединял где-то и лирику, и такой больше темповые какие-то вещи. И там практически весь состав занят. А, то есть почти 60 человек? Ну, не 60, но 50. Практически 45-50 человек в больших номерах занят у нас. 4 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Но сейчас на Стране ФМ маленькая пауза, после которой мы вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Дамы и господа, Марина Куклина в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Мы продолжаем поздравлять ансамбль кжель с 30-летием и говорить вам о том, что случится все торжественное праздничное событие. 4 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Вот что интересно. Как мы выяснили, самому старшему танцору около 35 лет, да? Да, абсолютно точно. Вы как-то объединяете своих прежних танцоров? Приходят ли они на юбилеи, на праздники? Как-то следят за жизнью коллектива? Вот те, кто танцевал когда-то. Выпускники. Выпускники, да. Конечно, следят. Мы даже будем создавать клуб наших друзей, клуб друзей театра. Потому что с кжелью невозможно расстаться. Уж кжель, если пришел, ты все равно будешь с ней. Кжелью. Все равно будешь вместе с театром. Потому, конечно, ребята, кто-то уходит, кто-то ищет другой путь. Кто-то совсем расстается с танцем и начинает заниматься другой профессией. И это все понятно. Все мы люди понимаем, что... Кто-то ищет себя, понятно. Кто-то ищет себя, да. Кто-то остается в театре и с танцем до последнего уже. То есть преподает, да? Как-то сотрудничаетесь с выпускниками? Кто-то из ребят в частных школах преподает. Сейчас у нас есть очень хорошая преемственность. При театре всегда существовало Московское хореографическое училище. При театре танцах жили, оно так и существует сейчас. С какого возраста? Лет с 15-ти? Нет, почему? Или наоборот? Нет, почему? Все с первого класса, как во всех хореографических училищах. Ребят принимают первый класс училищный, не первый класс общеобразовательной школы. Тут надо немножко понять. То есть это четвертый класс общеобразовательной школы. 11 лет примерно, да? Ну, даже раньше. Где-то так, да. 9-10. 9-10 лет, да-да-да. И ребята начинают обучаться в училище. Они приходят на классическое отделение. И попозже... Такая приемственность есть. Да, да-да-да. Открываем отделение по видам танца. Ну, то есть у нас существует наше народно-сценическое отделение. И сейчас руководит этим отделением... В общем и целом руководство всем отделением осуществляет наш балетминистр Валентин Иванович Слаханова. А непосредственно классы ведет теперь уже заслуженный артист России. Мы это можем похвастаться в этом году. Мы можем похвастаться тем, что два ведущих артиста балета получили звание заслуженных артистов Российской Федерации. Мы этим очень гордимся еще сейчас в эфире от всех, от всех, от нас. Поздравляем ребят с этим достижением. Поздравляем. То есть Татьяна Макрицкая, Дмитрий Толмасов, заслуженные артисты Российской Федерации. Вы молодцы. Они, кстати, будут выступать? Обязательно. Все, четвертого в Кремле приходите с букетами. Да, да, да. И вот как раз и Дмитрий Васильевич сейчас является руководителем вот этого курса народно-сценического в Московском хореографическом училище при Театре Танца Кжель. И то есть вот эти вот ребята, которые учатся, потом вы выбираете лучших, они становятся участниками коллектива, да? Ну, да. Отбор такой идет. Да, да, да. Какие еще? Да, поэтому, конечно, коллектив сейчас омолодился, и мы понимаем, что мы живем в пору новых технологий, современных технологий 21 века, и, наверное, уже так, как мы работали, наверное, ну, если можно, то лучше работать, интереснее, потому что молодежь, и все говорят нам, ваша зрительская аудитория – это бабушки в платках. Да вовсе нет, и неправда. У нас зрительская аудитория очень молодая, и мы огромное количество молодежи видим на своих концертах. Мы очень много делаем для того, чтобы привлечь молодежь. И за эти пять лет или шесть, почему, собственно, режиссеру так сложно Алексею было отобрать вот то, что вот вошло в состав концерта. Алексей Франдетти является режиссером выпускного концерта, который будет 4 декабря. Не сложно, потому что мы даже за эти пять-шесть лет наработали столько, что вытащить все, извините за такой слонг, вытащить все на сцену невозможно. Все лучше сразу. Из новых работ последнего времени, конечно, мы выпустили программу славянских танцев, которую назвали «Славянский код». Мы выпустили премьеру отдельных номеров, мы выпустили спектакль для семейного просмотра «Снежная королева», который поставил замечательный балетмистер Санкт-Петербурга Георгий Анатольевич Ковтун. Потрясающий спектакль, и ребята в нем удачно, интересно работают, и нравится им эта работа. Недавно театр имел опыт работы с зарубежным балетмистером. Американский балетмистер Андрю Палермо поставил вот такой свой жизненный спектакль, может быть, немножко автобиографичный, может быть, нет. Ну, очень такой трогательный, очень нежный спектакль, рассказ о себе, фактически, о своей жизни. Поэтому, как все в жизни бывает, люди сходятся, расходятся. Марина Федоровна, ну, смотрите, у вас будни коллектива «Гжель» — это разъезды или это выступления в Москве? Чего больше? Ну, прежде всего, да, это постоянный тренаж, да. То есть будни между складываются от поездки к поездке, от концерта к концерту, совершенно верно. И ежедневно артист начинает свою деятельность, как бы, творческую у станка. Каждый день для репетиции? Каждый класс, каждый день, да. Каждый день, каждый репетиционный день начинается с класса. После класса ребята возвращаются на сцену, и начинается репетиция. Новые номера, шлифуем старые, делаем новые, шлифуем старые. Где, точнее всего, можно узнать о том, что происходит в команде? Инстаграм, ВКонтакте, на сайте? Ну, мы так же, как вся современная молодежь, естественно, поддерживаем все свои сети, которые у нас есть, и Фейсбук, и Контакт, Инстаграм, конечно же. Вот вы, кстати, еще говорили о том, что молодежь привлекаете на спектакли, и вообще, вот говорим о хореографии разной. Вот сейчас любой современный актер скажет, что база всегда нужна и народная, и классическая, поэтому кто хореографию любит, понимает прекрасно эти вещи, и насколько сложно делать эти номера на 60 человек. Это что-то немыслимое, это порой сложнее, чем станцевать, да, какие-то сольные партии. Ну, прежде всего, конечно... Происходите, посмотрите, какой-то синхрон, 60 человек на сцене, это же удивительно. Конечно, это задача главного балетмейстера. Это ее умение, ее мастерство, ее профессионализм, собрать все воедино. А номера как бы живут долго, то есть когда обновляется состав, молодежь, они учат. Вот, то есть номера живут много лет уже, да? Да, конечно, прекрасные номера, Владимир Михайлович оставил прекрасное наследие, творческое, и оно должно существовать. Собственно, это и было мое кредо, когда я пришла, сохранить традиции, но в то же время и понимать, что мы работаем все-таки с молодым поколением. И нужно осовременивать все. Ну, не совсем осовременивать, да, надо просто дать что-то новое, интересное, что может привлечь и молодежь, как в театр, собственно, так и в зрительный зал. При этом не забывать классику, друзья. Нет. Классика — это основа всего. Современная музыкальная пауза, друзья, и мы скоро к вам вернемся. Будьте со стороны ФМ. Друзья, Марина Куклина в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Мы по-прежнему рассказываем о том, чем живет замечательный ансамбль «Гжель», как он готовится к своему 30-летию. Все случится 4 декабря на сцене Государственного Кремлевского дворца. Вот мы все узнавали, как живут артисты, чем живет коллектив. У нас есть как раз небольшое видео, бэкстейдж, но он с какой даты? Давайте тоже обозначим, пожалуйста, Марина Федоровна. Может, что сейчас увидим, что посмотрим? Сейчас, насколько я понимаю, у нас будет ролик, который был сделан после 25-летия театра. Это случилось сразу после ухода художественного руководителя, поэтому 25-летие театра было решено посвятить ему. То есть весь концерт был сделан средствами аудио и визуальными какими-то эффектами. Он был сделан в память о Владимире Захарове и посвященному, куда вошли в основном только его работы. И был как бы подведением некоего этапа жизни коллектива. Спектакль, это тоже был сделан отчасти концерт в виде, хотелось бы, одной программы. И сделал его современный режиссер, который очень часто работает с концертами, очень много работает и в Кремле тоже, Георгий Новиков. И он предложил своё решение этого концерта. Своё видение такое, да? Своё видение, да. И это был очень интересный концерт. Давайте посмотрим. Мы, конечно, для наших радиослушателей тоже всё будем озвучивать. А, вот те знаменитые костюмы спрашивали. Это где происходило? Сам концерт проходил в Новой опере. Спасибо огромное руководству Новой оперы, которая нам разрешила проводить там концерт. Вот это то, что мы используем в качестве... Мы же не гладим костюмы, например, простым утюгом, если это зрителям будет интересно. Мы можем костюмы... Паргенератор? Да, да, да. Только отпаривать. Только отпаривать. Отпаривать, потому что всё шитьё, всё вышивка, украшения, стразы, камни, всё это невозможно как бы... Очень красиво, конечно. Я так понимаю, танцовщицы тоже принимают участие, следят за своими костюмами, поддерживают порядок. У нас вообще ребята очень хорошие. Мы практически не знаем такого, чтобы... Кстати, в театр выезжать на гастроли, да, это как минимум 60-70 чемоданов с костюмами, да. Поэтому у нас нет специальных грузчиков, которые... Автономные, всё сами могут. Да, и ребята прекрасно всё знают, есть определённые схемы, всё это должно быть посчитано, все чемоданы учтены, потому что, конечно, невозможно у нас оказаться... Туфельки с каблучками. Вот мы смотрим, здесь и репетиции, и как раз уже концерты. Да, кадры, да, кадры, ролик сделан и с кадрами, и с репетицией, и с самого представления. Да, очень, конечно, красиво. Это даже, наверное, любопытно всегда посмотреть, как большие мероприятия делаются, ну то есть, что этому предшествует. Вот, это наши презентационные были сувениры, посвящённые вот именно 25-летию театру. Вот такие маленькие коробочки, их раскрываешь, а там программка. Красиво. Да, и внутри каждой коробочки маленький сувенир, маленький пряничек был. Ой, такие все девчонки стройные. Следите вы как-то за их или самостоятельной ответственностью? Да, есть инспектор балета, который, да, который... И инспектор. Это мы грозимся очень часто поставить весы на входе в репетиционный зал. Ну то есть, серьёзно, вы следят, да, за фигурой? Нет, конечно, конечно, а как же? Вы же понимаете, что лишний вес у танцора, это же прежде всего травмы. Да, и нагрузка. Потому что вид искусства, это достаточно очень сложный, на самом деле травматичный, потому что всё же в пол, и страдает очень сильно опорно-двигательный аппарат. Поэтому очень хорошо надо следить и за весом, и за питанием, и за тренировками, и за тем, чтобы, конечно, всегда было класс. Естественно, у нас сложилась определённая система. Мы, у нас работают врачи, врач, который работает с олимпийской сборной. Массажисты там. Массажисты, массажисты есть у нас. Конечно, мы стараемся максимально помочь ребятам, чтобы... Быть в форме. Да, быть в форме, поддерживать форму, поддерживать своё здоровье. Очень красивый, очень красивый ролик. Скажите, пожалуйста, Марина Фёдоровна, а есть у вас, может быть, влог? То есть вы снимаете там будни, как у вас в коллективе «Гжель», там всё происходит, за кулисье и так далее. И может быть, кто-то из участников ведёт? Есть, конечно, да. У нас есть ребята, которые вот сейчас ведь, они сами порой такие интересные вещи предлагают. Кто-то из них привязывает камеру, значит, и пытается себя снять. Кокошнику. Снять, нет, 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 Наталья, снять во время танца. Вы знаете, они, да, они активны, они интересны, они молодые, они много придумывают. Это вам тоже на заметку, почему нет. Да, да, да. Тридцатилетие глазами танцовщицы одной. Они много придумывают, у них много разных предложений. Конечно, это потом складывается в наши какие-то интересные кадры. Мы это стараемся выкладывать в социальные сети. Ну, конечно. Да, жизнь, наша жизнь сейчас и наша жизнь теперь. Мне ещё раз хочется, конечно, вернуться к концерту 30-го числа. Четвёртого декабря, 30-летие, да. Четвёртого декабря. Мы очень большие надежды возлагаем на этот концерт. Мне кажется, это должно получиться очень интересное шоу. И я здесь не боюсь этого слова «шоу», да, несмотря на то, что оно вроде бы не имеет прямого отношения к народно-сценическому танцу. Там же и вокальные номера будут, не только танцы. Да, 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 у нас будут гости. Очень интересно предложена сценография, концепция Ивана Виноградова. Мы должны Ивана тоже поздравить сейчас, потому что он в шорт-листе этой премии «Золотая маска». Иван. Выдвинут в четырёх номинациях. Круто. Да, четыре его работы были оценены критиками, экспертами и... Театральными. Да, театральными прежде всего. И мы его с этим поздравляем. Мы надеемся, что у нас тоже будет очень интересное световое решение. Но по сценографии я уже могу сказать, что это очень интересная сценография. Ну, в общем, это такое сотрудничество большого количества талантливых творческих людей уже, именитых. И всё это можно будет увидеть 4 декабря в Кремле. Мы вам желаем, конечно, удачи, чтобы сейчас был такой уже рывок финальный, чтобы весь коллектив собрался и всё получилось. На ура. Куража, драйва, радости. Да, да, да. Финальный рывок. Ещё предстоит гастроли нам пройти. То есть у нас ещё предстоит гастроли в Швейцарии. Всё будет хорошо. Мы вас верим. Спасибо вам огромное. С наступающим. Коллективом мы, конечно, тоже поздравляем, передаем привет. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. До встречи.